За месяцы карантина индустрия путешествий возможно изменится до неузнаваемости. Есть вероятность того, что эта сфера придет в упадок. О том, как с внутренним туризмом в самом живописном уголке Казахстана, края ЖТСУ, мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас сегодня в гостях руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева. Добрый день. Давайте начнем сразу с того, что какие первые шаги нужно сделать туробъектам после второго этапа послабления карантина. В целом, в качестве вступительного слова, хотела бы сказать, что да, действительно, сейчас основной упор многих стран идет на развитие внутреннего туризма, так как границы стали закрытыми, и многие граждане предпочитают в условиях своей безопасности путешествовать у себя на родине. Ну, говоря о том, что как обстоит ситуация сейчас у нас в Алматинской области, хотелось бы отметить, что уже сформировался отложенный спрос на внутренние туристские продукты, и граждане наши продолжают бронировать отдых. Мы рекомендовали объектам туризма пока не принимать оплату, но брони продолжают они принимать. Кроме того, многие после снятия ограничительных мер, скорее всего, предпочтут отдых за пределами своих городов. Если говорить о том, что нужно делать туробъектам в нынешних условиях, вы знаете, что накануне было принято постановление главного санитарного врача, где по решению оперативного штаба области, который поддержал Аким область, Аманда Габасович, разрешена деятельность по открытию летнего сезона. То есть сейчас идут подготовительные работы. Многие владельцы объектов, сотрудники объектов приступили к таким работам. В целом ситуация такая, что если говорить о деятельности самих мест размещения, то сейчас мы находимся в ожидании. В ожидании чего? В ожидании алгоритмов деятельности в условиях посткарантинного периода, когда, возможно, будут определенные ограничения, которые касаются социального дистанцирования прежде всего. И в этой части мы сейчас ведем работу с Национальной палатой предпринимателей Атамикен касательно выработки данных алгоритмов. Ведь не секрет, что туристский продукт у нас сезонный. Сезонность охарактеризована еще и сейчас массовым спросом, на что рынок должен дать, скажем так, качественное предложение для отдыха наших граждан. Вот сейчас ситуация такая, на данный момент, на сегодняшний день. Мы ждем алгоритмов деятельности объектов туризма. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире. И если у вас есть вопросы по туризму в Алматинской области, можете позвонить по телефону 40 0109, код города Талдыкурган 8 72 82. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы, правда, письменно. Мы в студии озвучим. Звоните, пишите. Если мы до этого все время говорили, что только озеро Алаколь, например, за период сезона отдыха посещали более миллиона, а в этом году какие есть планы, может быть, мониторинг делаете по заявкам и так далее? Что ожидать? Вообще, туристский поток Алматинской области, он как бы исторически сложилось, что у нас на территории области отдыхают более 90% от всего турпотока, составляют внутренние туристы. По нашим данным, по анализу официальной статистики, мы говорим о том, что каждый второй житель города Алматы и Алматинской области путешествует именно на территории нашего края. Исходя... Ну, сейчас, в данный момент, прогнозы делать очень сложно. Эти прогнозы очень осторожны, вот что касается и мировых экспертов, и отечественных экспертов. Однако нужно понимать, что есть определенная рекреационная емкость у каждой территории и у каждого объекта туризма. Это тоже нам нужно будет учитывать. На сегодняшний день, вот ежегодно, вот если мы говорим про Алаколь, то более 1,3 миллиона туристов мы в прошлом году обслужили там. В этом году, естественно, будет спрос большой. Но и с учетом того, что ежегодно там порядка 20-30 новых объектов появляется, мы должны учитывать количество койко-мест, которые на сегодняшний день составляют более 10 тысяч, именно на побережье озера Алаколь. Все будет зависеть от факторов, естественно, которые сейчас будут приниматься в отношении объектов туризма, то есть какие условия будут. Ведь уже понятно, что нам нужно определенные меры принимать по социальному дистанцированию, по загрузке объектов, по загрузке транспорта, опять-таки. Потому что туристский продукт – это такой многокомпонентный товар, где очень много факторов нужно учитывать. Конечно же, для нас, для развития туризма, в том числе на побережье озера Алаколь, важно обслужить гораздо большее количество туристов, так как от этого зависит и объем оказанных услуг, и, соответственно, налоговое поступление и вклад туризма в экономику области. По словам экспертов и по их прогнозам, в этом году очень сильно сократится поток иностранных туристов в Казахстан, но в связи с коронавирусом. И в этой связи помощь нужна будет именно этим туробъектам, как вы говорите. Что делается? Какая-то помощь со стороны государства будет оказываться? Или как они будут выходить из этой сложной ситуации? Или все-таки у вас есть свои прогнозы, что туристов будет достаточно хорошо? Ну вот каждый год, ну хотя бы на 80%, например, загруженности. Ну, как я сказала, что много факторов, да, действительно. Но сейчас государство принимает беспрецедентные меры по поддержке именно малого и среднего бизнеса. Также есть определенные шаги по поддержке крупного бизнеса. Если говорить о туризме, то данный сектор является наиболее пострадавшим. И сейчас уже введены налоговые послабления. Ну, это всем известные вещи. А также введены такие меры поддержки через государственные программы. Это дорожная ката бизнеса и экономика простых вещей. То есть в данных документах озвучены механизмы, которые касаются всей цепочки формирования туристского продукта. Начиная от места размещения, заканчивая дополнительными услугами, в том числе производством сувениров, организацией новых мест отдыха. То есть такие вещи есть. Также хотелось бы отметить, что есть такая мера поддержки. Это маркетинговая поддержка мест размещения. То есть турист не должен забыть о привлекательных местах. И в этом направлении мы ведем определенную работу. С 1 апреля, как только стало ясно, что путешествие во всем мире изменится, и основной акцент будет на внутренний туризм. Мы начали серию вебинаров, которые проходят ежедневно, то есть 1 апреля. Каждый день мы рассказываем потенциальным туристам и информируем туристский рынок, то есть туроператоров всех городов Казахстана, о туристских продуктах Алматинской области, о потенциале, о возможностях приема. Сейчас такая тенденция, когда туроператоры, которые занимались выездом, они стараются переориентироваться на внутренний рынок. Для них они понимают все технологии продаж, но в то же время есть недостаток информации о потенциале. И этот пробел мы пытаемся восполнить, и это неплохо получается, так как ежедневно на вебинарах порядка 100 участников бывают у нас. Много вопросов, много предложений. Мы все это анализируем. Какие-то вопросы мы решаем сразу. Что-то мы ставим себе в план на текущий год. Есть вопросы от телезрителей. Пишут, как предпринимаются меры по Капшагаю. Есть также вопрос, как мы будем отдыхать в это лето. Наверняка все цены будут, туробъектов очень дорогими. Дорогой будет отдых даже в внутреннем туризме. По заверениям, хочу заверить, что по заверениям туроператоров, по заверениям владельцев зоны отдыха, на этот летний сезон значительного роста цен не предполагается. Но опять-таки всегда звучит вопрос, что внутренние туристские программы, они дорогие. Это прежде всего связано с сезонностью. И сейчас вопрос ценообразования будет зависеть именно от алгоритмов деятельности. Ведь туристским объектам также придется учитывать тот факт окупаемости за сезон. Если будут введены ограничения касательно неполной загрузки, скажем, авиарейсов, транспорта и, соответственно, мест размещения, то, возможно, небольшие колебания будут. То есть еще раз повторюсь, что в данный период прогнозы делать сложно. Много факторов, от которых зависит ценообразование. И опять-таки с осторожностью нужно делать эти прогнозы. Хочу напомнить нашим телезрителям, если вы хотите позвонить, задать свой вопрос нашему гостю, для вас работает номер 400109, код города Талдыкурган 87282. А для того, чтобы вы смогли отправить свои вопросы в письменном виде, работает WhatsApp-мессенджер. По нему вы можете написать. И прошу, чтобы вы на этот номер WhatsApp-мессенджер не звоните. Для этого есть другой номер. И давайте поговорим о безопасности. Ну, теперь уже после карантина, естественно, каждый, наверное, желающий отдохнуть, будет спрашивать, как он будет защищен на территории нашей области. В этом плане какая работа ведется? Да, конечно. Мы сейчас видим опыт по другим странам, по другим туристским дестинациям, наиболее популярным, в том числе у казахстанцев. Это вопрос, прежде всего, социального дистанцирования во время отдыха. К примеру, Турция сейчас рассматривает вопросы по разрежению столов в местах питания, по разрежению шезлонгов на пляжах. То есть мера есть такая. И сейчас вот в ходе обсуждения мы видим, что коттеджный тип размещения позволяет эту дистанцию соблюдать, в отличие от гостиничного типа расселения. При обсуждении алгоритмов для детских оздоровительных учреждений мы также столкнулись с таким вопросом, что это все-таки лагери, и в одном помещении, например, размещается большое количество детей, и сейчас эту плотность придется снижать. Возможно, получится так, это опять-таки зависит от дальнейшей ситуации, что объекты не будут загружаться на полную мощность. То есть если речь идет на 100 мест, то это количество может сократиться на 70-80 мест для приема, единовременного приема. Давайте я задам вопрос нашего телезрителя. Когда планируется окончание ремонта дороги на Алаколь? Пишут, которая задавала вопрос по Капшагаю. Также задают вопрос по субсидированию цены на авиабилеты Алматы-Ушарал. Будут ли субсидирования? Даже отметили вас очень красивой девушкой. Спасибо большое. Касательно рейсов на Алаколь. Да, субсидированные рейсы будут. Сейчас информации об отмене рейсов еще не было. То есть, как и в прошлом году, будут субсидированные рейсы из городов Нур-Султан, Алматы и Талдыкурган. Также будет субсидированный железнодорожный маршрут из «Житэген-Достык», который также ежегодно на него выделяется средства из местного бюджета. Стоимость авиабилетов на сегодняшний день это 10 тысяч тенге из Алматы и 16 тысяч тенге из Нур-Султана. Стоимость билетов на поезд варьируется от класса вагона от 2,5 до 3,5 тысяч тенге. Рейсы будут. Но сейчас обсуждается вопрос о чистоте рейсов, то есть, насколько часто они будут летать. Потому что до этого мы обсуждали вопрос с комитетом гражданской авиации о том, чтобы увеличить частоту рейсов за счет переноса рейсов вне сезона. Например, осенью и в начале сезона мы эти рейсы просили перенести на пиковый сезон. То есть, вопрос еще обсуждается. Решение было бы уже давно, но коронакризис, как вы знаете, внес свои коррективы. Сейчас еще непонятно, с какой нагрузкой, загрузкой будут летать наши самолеты. Есть также вопрос. Вот как дети будут отдыхать? Им это будет разрешение именно в летний период? И какие вот тоже о безопасности беспокоятся? Какие меры защитные будут приниматься? Мы, конечно, понимаем, что сейчас в данных условиях каждый должен думать о безопасности своей. Есть еще риск распространения инфекции, есть риск заразаражения. Конечно, это все учитывается. И сейчас, опять-таки скажу, от правил предоставления туристских услуг будет зависеть дальнейшая работа туристского сектора. Если говорить в целом, то, естественно, никто не отменяет меры индивидуальной защиты, то есть маски, мытье рук, дистанцирование, ограничение посещения мест массового скопления людей. Еще один вопрос. Телезрители пишут, За время карантина мы уже привыкли, говорят, сидеть в компьютере и онлайн смотреть все туристические объекты Казахстана. Но очень мало было по Алматинской области. Вот как насчет онлайн посещений этих объектов и как цифровизация в целом этой сферы? К цифровизации в целом туристской индустрии мы приступили более трех лет назад. Сейчас создан портал jitsu.travel Вы его можете найти в сети, где есть вся информация для туристов и в том числе для туроператоров, которые готовы продавать туристский продукт в нашей области. Помимо этого существует проект jitsu 360. Это виртуальные туры. Также я бы порекомендовала телезрителям посмотреть проект 3D-туров, который мы делали совместно с Министерством культуры и спорта, с Республиканским исследовательским институтом. Проект получился достаточно хороший. Там есть карты, есть 3D-фотографии, и есть видео. Также рекомендую всем зрителям вашего телеканала подписаться по хэштегам jitsu.travel на наши страницы в Инстаграме, на Фейсбуке, ВКонтакте. И есть канал, специальный канал в Ютьюбе. Он также называется jitsu.travel. В прошлом году также мы сняли мини-сериал. Там в одной из ролей нас поддержал Ербулат Товызаков, всем известный, по фильму «Шал». Мы сняли сюжет о семейных путешествиях. Здесь в основу идеи мы взяли идеологию госпрограммы «Рухани Жангру», где Ельбосе отметил необходимость познания своего родного в Украе, а также необходимость воспитания любви у подрастающего поколения. Отпуск Ки-Зет путешествие по jitsu вы можете посмотреть на канале в Ютьюбе. Я думаю, всем понравится, потому что по моей собственной аналитике 15 из 15 опрошенных поедут с семьей отдыхать в Алматинскую область, как только это будет возможно. Еще один вопрос пишут. Что мешает туризму, кроме дорог плохих? Есть какие-нибудь проблемы на сегодня? Проблемы есть, о них мы очень часто говорим. Что касается дорог, то это работа поэтапная. На сегодняшний день в Алматинской области за последние 5 лет построены важные дороги к местам туристского интереса. Это дорога к Кульсайским озерам, завершено строительство, началось проектирование дороги до озера Каинде, дорога до каньона Шарын также была построена, введена в эксплуатацию дорога до музея-заповедника Танбалы. Кстати, по дороге на озеро Алаколь я пропустила, не ответила на вопрос. Да, проектирование этой дороги занимало много времени, но сейчас уже ведутся работы. По информации национальной компании Казавтажол, дорога от Талдыкаругана до Ушарала, срок завершения строительства 2021 год, в этом году до конца года планируется открыть проезд, ограниченный проезд на некоторых участках, от Ушарала до Достык тоже ведется реконструкция дороги, и в этом году к сезону 70 км дороги до поворота на поселок Ахчи будет завершено. О дорогах внутри зоны отдыха, то есть Акимат области, из местного бюджета, опять-таки, при поддержке Акима области был произведен ремонт дорог, установлено освещение. Как вы знаете, что инфраструктура это самое важное в формировании вот этих туристских потоков, то эта работа продолжается. За последние годы, например, у нас появился железнодорожный вокзал в поселке Ахчи, которого не было, был просто разъезд, модернизация аэропорта в городе Ушарал, сейчас ведутся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, в скором будущем мы сможем принимать большие борты самолетов организовывать чартерный весь. То есть такая работа ведется, она продолжается и с учетом того, что спрос на внутренний туристический продукт вырос, планов очень много. Очень много. Простите. Скажите, пожалуйста, кроме Черенского каньона, Алаколя, Хаинде озера и так далее, в каких еще местах можно отдохнуть? Это вот пишут зрители, что можете порекомендовать по Алматинской области, какие есть хорошие места отдыха? Ну, прежде всего, нужно понимать, с какой целью вы едете на отдых. Например, в познавательных целях очень интересный маршрут Алтнай-Махжитсу, Золотое кольцо Семеречи, с посещением четырех национальных парков. То есть, это Илья-Латау, Тнемель, Кульсай-Кульдеры и Шарон. Если вы ищете активные путешествия, то предлагаю обратить внимание на трекинги в горных местах. Это, например, в Илья-Латауском национальном парке, в Жонгар-Латауском национальном парке. На сегодняшний день национальные парки нашей области предлагают большое количество маршрутов, которые предназначены для таких активных путешествий. Прошу обратить внимание, наверное, на такие доселе, может быть, нераскрученные объекты. Это объекты Жонгар-Латауского национального парка. Этот парк создан сравнительно недавно, ему 10 лет исполнилось в этом году. И там достаточно количества очень интересных объектов. Это озеро Жасыл-Коль, наскальные рисунки, трекинги в горах. Это представляет хороший интерес. Но сейчас, например, в нынешних условиях, я бы хотела обратить внимание всех граждан нашей страны на путешествия не на дальние расстояния. То есть в каждом районе Алматинская область уникальна тем, что в каждом районе около каждого города, населенного пункта очень много интересных мест. Это и исторические памятники, это и раскопки, это и красивые ландшафты. То есть очень много мест, которые нужно узнавать, нужно показывать детям. Вас благодарят зрители, говорят, хорошую информацию из ваших уст получили. Спасибо. Спасибо за вопрос. Желающие где отдохнуть там же на ЖТСУ Тревел могут найти? Какие у нас есть маршруты? Да, на данном туристском портале расположена информация о всех объектах интересных на территории области. Также есть контакты туроператоров, которые продают эти туры. То есть вы можете посмотреть, выбрать и соответственно уже напрямую купить. Мы тоже благодарим вас за вот эту полную информацию о туризме нашего края ЖТСУ. Дорогие телезрители, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы вас поздравляем с предстоящими праздниками, Днем Защитников Отчетества и Днем Победы. Встретимся в понедельник. До свидания. До свидания. До свидания.